Его называли главным киносолдатом СССР. Ему отдавали честь в Кремле. Мужественный русский воин-освободитель, таким был на экране актёр Николай Алялин. Николай Владимирович родился перед войной 22 мая 1941 года в семье Портнова, он был третьим сыном. Его первые воспоминания о войне были связаны с возвращением фронтовиков домой. С самого раннего детства Николаю нравилось участвовать в самодеятельности, он мечтал стать артистом, а отец хотел, чтобы сын занимался серьёзным делом. По настоянию родителей в 1959 году Николай поехал в Ленинград поступать в военно-топографическое училище. Экзамены он провалил специально и подал документы в театральный вуз и был принят на курс Алексея Яна. После окончания института работал в Красноярском театре, был задействован во многих спектаклях, играл комиков, но главной роли актёр так не получил. Режиссёр театра затаил обиду на Николая за то, что он написал на него эпиграмму. Но как бы там ни было, в 1966 году Игорь Ветров пригласил молодого актёра в свою картину «Дни летные» на роль Николая Балдырева. Его дебют прошёл успешно, Алялина заметили и стали предлагать одну роль за другой. В 1967 году режиссёр Юрий Озеров приступил к съёмкам киноэпопеи «Освобождение». Премьера фильма состоялась в 1970 году, зрители по достоинству оценили игру талантливых актёров. В капитана Сергея Цветаева и медсестру Зою были просто влюблены. Эту замечательную пару сыграли Алялин и Голубкина. Актёр прославился на весь Советский Союз, покорил миллионы сердец, начал активно сниматься в фильмах. С его участием выходило по три картины в год. Николай Владимирович был красивый, с голубыми глазами и лукавым взглядом, не влюбиться в него было невозможно. В театре Николай несколько раз заводил романы, но однажды полюбил по-настоящему и пронёс это чувство через всю жизнь. Его избранницей стала девушка с красивым именем Нелли. В то время она организовывала культурно-массовые мероприятия и попросила Николая прочесть стихи на концерте. Это нечаянное знакомство переросло в большую любовь. В 1966 году у пары родился их первенец Владимир. Вместе семья перебралась в Киев, где у них вскоре появилась дочь Ольга. Популярность актёра у противоположного пола была огромной, фото белокурова красавца в то время были у многих женщин. Поклонницы постоянно досаждали семье, но их Нелли не считала угрозой для семьи. Всех своих героев Алялин играл настолько правдоподобно, что после просмотра фильма зрителям казалось, что он на самом деле прошёл войну. При встрече всем хотелось артиста угостить, выпить по рюмочке за победу, поговорить, и он не отказывался. Так шёл год за годом, актёр пил всё больше и больше. Со временем популярность прошла, а вот избавиться от алкогольной зависимости было трудно. На экранах его герои смелые и решительные люди, а в жизни Николай был слабохарактерным человеком, не умел отказывать. Эта сентиментальность его и погубила. Алялина из-за пагубной привычки стали реже приглашать сниматься, под угрозой была не только его карьера, но и собственная жизнь. О том, что у него врождённый порог сердца, артист узнал слишком поздно. Когда встал вопрос «жизнь или алкоголь», Алялин выбрал первое. Он лёг в закрытый наркологический центр и начал послушно лечиться. Кризис в стране ещё больше усугубил положение артиста, предложений сниматься почти не было, изменилось время, фильмы стали другие и герои тоже. Да и сам Николай изменился. Проблемы с алкоголем и сердцем не лучшим образом отразились на его внешности, лицо избороздили морщины, а его глаза были грустные и уставшие. Перестав практически сниматься в фильмах, Алялин позже попробует свои силы как режиссёр. За короткий срок ему удалось снять несколько картин, и он на них возлагал большие надежды. Но, к сожалению, работу не оценили по достоинству и в массовый прокат картины не пошли. Актёр тяжело перенёс неудачу, это привело его на больничную койку. Потребовалось срочное хирургическое вмешательство. На тот момент артисту было уже 59 лет. Во время операции остановилось сердце и наступила клиническая смерть. Врачи сделали всё, чтобы запустить сердце актёра. Через пять лет все повторилось сначала, сердце остановилось. Чтобы спасти Алялина, потребовалось дорогостоящее аорто-коронарное шунтирование. Операция стоила пять тысяч долларов, а таких денег у актёра не было. Тогда в этой ситуации выручил давний товарищ, Пётр Дейнекин, главком военно-воздушных сил России. Николай Алялин, вернувшись домой, воспрянул духом, хорошо себя чувствовал, начал сниматься в фильмах. Последняя картина, в которой снимался актёр, была «Презумпцией вины». Эта премьера прошла в 2007 году. В 2009 актёр стал себя хуже чувствовать, работать он уже не мог. Боли в сердце становились всё чаще. 17 ноября 2009 года у Николая Владимировича произошёл обширный инфаркт, и сердце актёра остановилось, на этот раз навсегда. Могила замечательного артиста расположена на Байковом кладбище.